Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и мы только что вышли с мультфильма «Тайная жизнь домашних животных». Ну, я думаю, задолго до премьеры мультфильм стал популярен благодаря своему трейлеру, где, ну, он уже разошёлся там на мемы, на гифки на из него наделали. Мой любимый там персонаж был Пудель, который переключал классическую музыку на тяжёлый рок. В общем, по трейлеру занимательно было, хотелось надеяться, что целый мультик тоже не подкачает, и так действительно произошло. Во-первых, на нём нету ограничения возраста, то есть были и совсем маленькие дети приводили, и это хорошо в том плане, что очень сложно в нынешнее время без всяких вот генитальных шуточек сделать нормальное какое-то смотрибельное кино, либо мультфильм. И в данном случае, слава богу, повезло. Ну, идея как бы лежала на поверхности. Взяли все, знаете, вот всякие прикольные видюшки с животными, да, их утрировали и засунули в мультик. Боя тому, что это мультфильм, создатели смогли как-то это всё доработать, знаете, сделать всё смешнее, там ещё с всякими выражениями глаз, лиц, лап и прочего героев этого мультфильма. Но, в принципе, идея очень просто. Мы видели много раз, как коты там что-нибудь ломают в домах, как собаки всякие ужимки вытворяют. Вот создатели тайной жизни домашних животных прошерстили интернет, собрали всё прикольное, нанизали это, в принципе, на неплохой сюжет о дружбе и поиске друга и прочего-прочего-прочего. Ну, и получился вполне себе удобоваримый мультик. Конечно, взрослому человеку на это всё-таки нужно сказать наивно, тем более тут такие животные антропоморфные, то есть они ведут себя типа как люди, что, конечно, в реальной жизни не может такого быть. Не может реально. Животные не ведут себя как-то серьёзно. В общем, не ведут. Но провести время, вот полтора часа весело, и во многих местах мы смеялись. С детьми, если вы семейный человек, так вообще, по-моему, строго обязательно. Многие маленькие дети визжали от удовольствия. Если вы маленький ребёнок, вот меня смотрит и хочет завести себе домашнюю зверюшку, то в обязательном порядке сводите на этот мультик родителей. Я думаю, что после тайной жизни домашних животных они откликнутся на ваши просьбы и мольбы и заведут там вам кого вы все хотите, не знаю, хомячка, кошечку, собачку или даже, может быть, кролика, который будет хотеть убить людей всех после того, как вы повыдете его хозяином. В общем, ну, хороший мультфильм. Я рекомендую его посмотреть. Ну, для начала, если вдруг вы не смотрели трейлер, то его посмотрите. Трейлер, слава богу, он не надёрган из разных смешных мест мультфильма. Это просто начало мультфильма. Вот трейлер – это то, что вы увидите в самом начале. Вот полностью начало мультфильма, создатели очень логично из него сделали трейлер. Он хорошо получился, и дальше вот мультфильм в таком же духе и выдержан. Не хочется там вам рассказать о героях. Там, ну, блин, очень много таких прикольных персонажей, животных. Так что тайная жизнь домашних животных, мультик хороший, сходите на него, по-моему, не пожалеете. Ну, а на этом всё. Вы видели и слышали Лёшу Халецкого.